Насколько нам нужно, что мы можем прикоснуться через слова Тора к намерению, к желанию Всевышнего. К самому Всевышнему мы не можем прикоснуться, потому что Всевышний Творец Мироздания. Как можно прикоснуться к Творцу Мироздания? Любимая у меня история, когда один был такой очень умный римлянин, и он Раби Атива говорил, если я Бога увижу, я в Него поверю. А Раби Атива ему говорит, я тебе завтра покажу. Приходи в 12 дня, я тебе покажу. Встречаются они в 12 дня, Раби Атива говорит, смотри в центр солнца 10 минут. И вот когда ты 10 минут будешь смотреть в центр солнца, то тогда появится тень Всевышнего. Тот говорит, я не могу смотреть в центр солнца, у меня глаза сгорят. Раби Атива говорит, ну видишь, если ты даже в солнце не можешь смотреть, как ты собираешься Всевышнего увидеть? Солнце это песчинка в его Мироздании, как ты вообще Всевышнего хочешь увидеть? Поэтому, конечно, но прикоснуться к его желанию, Тора это желание Всевышнего. Желание Всевышнего, он сотворил мир, и весь этот мир это выражение его желания, а Тора это более такое структурированное выражение его желания. Поэтому мы изучаем Тору, сейчас у нас Суккот, и мы изучаем, продолжаем изучать Каэлит, Экклезиаст. Это мудрость Сириаса Амона, как раз в Суккот читали Каэлит. В Суккот мы читали всю книгу, прямо в этот шаббат, в субботу я вмолился на Котеле, на Устиной Плача. Субботнюю молитву, очень была такая хорошая молитва. И мы с вами как раз заканчиваем изучать Каэлит. Сегодня у нас 11 глава, это самая короткая глава в книге Экклезиаст, книге Каэлит. 11 глава, 10 отрывков всего в ней. Поэтому мы сегодня успеем выучить и уходим праздновать. Кстати, интересно, что в Израиле сегодня уже не праздничный день, а за границей праздничный день. Поэтому если вы евреи и вы за границей, то вы не можете смотреть это видео. Но уже и выключать тоже не можете, потому что включать-выключать – это два разных нарушения. Включить нарушения и выключить нарушения. Поэтому лучше не выключать уже. Раз включили, все уже. Хорошо. Значит, Каэлит 11 глава. «Сказал нам царь Соломон такую вещь. Известно очень выражение. Шлах лахмеха альпнеамаем. Пошли хлеб свой по воде, боровая мим тимцена. Через много дней ты его найдешь». Ну, понятное дело, что это метафора. Потому что если ты пошлешь хлеб по воде, то через много дней он растворится, и вас едят рыбы. Имеется в виду, что когда ты свой хлеб, используется выражение лахмеха, то есть твой хлеб, когда ты его отдаешь, когда ты делишься, когда ты делаешь добро, то это добро к тебе возвращается. То есть ты создаешь ту силу, ту энергию, то движение, то намерение, которое обязательно к тебе каким-то образом вернется. Для меня самая простая иллюстрация этого отрывка – это история, когда была делегация раввинов, которые в Аргентине, они проверяли мясокомбинат один, чтобы на предмет соблюдения кошерности. И вот они там неделю они работали, и уже в один из дней последних, когда они выходили, один аргентинец им, который на выходе там что-то делал, он им говорит, у вас одного не хватает. Они говорят, кого не хватает. Начали смотреть, они все одинаково одеты, с бородами, ну, то есть примерно одинаковые, около 15 человек. И этот аргентинец говорит, да, одного не хватает. Они начали искать, действительно, одного нету, начали искать быстро его по мясокомбинату. Нашли он, потерял сознание в одном из холодильников, и у него был инфаркт. Но они успели его найти, вызвали скорую, спасли. И когда он приехал благодарить вот этого вот аргентинца, который, получается, его спас, да, то спросили, а как ты определил, что его нет? Ведь мы сами не заметили, что его нет. А этот аргентинец говорит, вы знаете, вот я тут на входе работаю, охранник, и вот вы здесь неделю уже, вот он единственный, он говорил мне всегда шалом, и когда уходили, он всегда говорил шалом, шалом, значит, всегда со мной здоровался и прощался. И я его уже запомнил, и сегодня он со мной не попрощался, и поэтому я увидел, что его нет, и как бы понял тревогу. То есть мы видим, что даже простое добро, простое добро, которое в виде сказать шалом человеку, попрощаться, поздороваться, даже такое добро оно возвращается. Тем более, вчера рассказывал Равханов историю о своем дяде родном, который во время, во время, еще до войны, это была история, до войны, он помог какому-то парню, ну, какому-то он помог, спас, был человек, был врач, ребенок, в общем, он заплатил деньги, в общем, этот врач спас ребенка, и этот человек сказал, я буду тебе всю жизнь благодарен. И потом, когда через какое-то время его должны были арестовать, там колхозы, в общем, раскулачивали, это было в Молдавии, его должны были арестовать и послать в Сибирь, и тот человек, который решал его судьбу, оказался этот человек, которого он когда-то много лет назад спас. И его дядю он отпустил, то есть это спасло ему жизнь. Много из таких историй, которые иллюстрируют, пошли свой хлеб по воде и реке, спустя много дней ты найдешь его. Когда ты делаешь добро, делаешь, 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 рано или поздно это добро к тебе возвращается. Второй отрывок. Тенхелек лишива, вагам лишмуна лотеда маия ра аль арать. Дай долю семи, а также восьми, потому что не знаешь ты, что будет, какое зло придет на землю. Вообще непонятно. Если без объяснения, непонятно. Почему надо дать долю семи, а не шести, или не двенадцати? Почему именно семи дай долю, и тоже для восьми? Для семи и для восьми. Значит, здесь нужно чуть-чуть уйти в... Есть простой смысл понимания Торы, в шат, а есть намек и есть расшифровка. Сейчас мы уйдем в намек и в расшифровку. Значит, какой здесь намек? Семь – это число этого мира, шева, да? Семь нот, семь цветов, семь... Главное, вот почему это число этого мира, человек находится в каком измерении? Вот я центр, да? Каждый из нас центр своего мира. Вот прям центральная точка для каждого. Можете себе представить? Это очень интересно. Что вот мы общаемся друг с другом, но для каждого центром мира является он сам. Прямо даже можно сказать... Это удивительно, если с этой точки зрения посмотреть. Земля плоская, Земля круглая. Человек – это центр своего мира. Вот это факт. Это как бы факт. А какой этот мир – непонятно, потому что он все время расширяется. С какой стороны посмотри, с какой там... Мы, например, летим сейчас относительно чего-то со скоростью 30 км в секунду. Двигается Земля относительно чего-то. Какой-то другой планеты или Солнца. А если посмотреть относительно другой галактики, мы можем двигаться вообще с какой-то невероятной скоростью. Но человек, он все время находится в одной точке – в себе. И он центр своего мира. Дальше. У него есть то, что над ним – вверх. У него есть то, что вниз. Это как бы уже три у него здесь категории. И у него есть четыре стороны света. То есть четыре плюс три равно семь. Семь – это цифра этого мира. Теперь дай, говорит, семи и даже восьми. Часть зерна, часть своего хлеба. Получается, что если... То есть нужно раздавать во все стороны. Да, ты не знаешь никогда, как, где вернется. То есть этот мир очень непредсказуемый. Сегодня так, завтра так. Поэтому, значит, надо раздавать в этом мире во все стороны. А что значит дай восьми? Восемь – это выход за пределы этого мира. Восемь – это выход в духовный мир. Духовный мир вообще – это другое измерение. Это безграничное, это другое измерение. Теперь говорит нам Тора, что когда ты, например, даешь деньги бедному, ты даешь займы Богу. Непонятно, почему я даваю деньги бедному, особенно если ты даешь в тайне, когда никто тебя не благодарит, никто об этом не знает, у тебя нет никаких дивидендов и бонусов в этом мире, но ты делаешь добро, которое тебе не поблагодарили, не заплатили, не сказали спасибо, вообще все. И ты делаешь, что ты даешь займы Всевышнему. То есть ты отправляешь на депозит в духовный мир. Теперь это дай семи и восьми. То есть не думаешь, что добро в этом мире работает только как причина следственной связи. То есть когда ты делаешь добро, ты выводишь эффект от этого добра, который ты производишь, ты выводишь за пределы этого мира, туда, где начинается восьмерка, бесконечность и так далее. И это тебе есть очень... Каждое утро мы говорим такую мишну после шахарита. Элю дворим до шахарита, это в утренних благословениях. Элю дворим шадаму хэль паратэм ба ламазэ. Вот вещи, вот действия, за которые человек кушает плоды в этом мире. Но основная награда, да, как основа награды, идет ему для грядущей его жизни в духовном мире. И что это за вещи, да? Тибут АВМ. Первое это почитание родителей. Тибут АВМ. Представляете? То есть человек, который почитает родителей. И понятно, что ему и здесь хорошо. Родители будут его любить, уважать. Люди будут его любить, уважать. У него будет, ну, то есть если ты почитаешь родителей, то это важно, ты почитаешь тех, кто тебя родили. Понятно, что в этом мире есть очень позитивный эффект от этого. Но основная награда будет тебе в грядущем мире. И об этом сказано, когда написано про почитание родителей. Леман, Ирихун, Емеха. Чтобы продлились дни твои. Да, имеется в виду, что если ты почитаешь родителей, продлится время твоей жизни. Второе. Вагмилут Хасадим. Добрые дела. Значит, кибутавы, почитание родителей. Вагмилут Хасадим. Дальше. Вагмилут Хасадим это добрые дела. Ты делаешь добрые дела, то есть тебе основа. Люди, там, какой-то процент отвечают добром на добро. Какой-то процент не отвечает тебе добром на добро. Но тебе есть основная награда, идет в грядущем мире, в духовном мире, в том, что Всевышний, как бы у тебя есть там депозит на небе. Пашхамат бейтамидра шахаритвы равит. Значит, когда ты встаешь учиться утром и вечером. Мы с вами утром встаем учиться, уже отлично. Поучился, у тебя есть награда в этом мире. Ты знаешь, как действовать. Но основная награда идет в мире грядущем. В Ахнаса Турхим гостеприимство. Убекур Халим. Значит, гостеприимство. Проведывать больных. Ахнаса Ткала. Помогать девушкам выйти замуж. Помогать кого-то похоронить. Значит, оказать после смерти почет человеку. Такая сосредоточенность в молитве. Значит, сосредоточенность в молитве. Теперь следующее. Это очень интересно. Установление мира между человеком и его товарищем. То есть, это как раз одна из тех заповедей, где есть награда в этом мире. Потому что ты их помирил. Они, значит, оба тебе благодарны. Ты восстановил мир. Нет войны. Все отлично. Теперь, но главная награда в мире грядущем. И последнее. Веталмуд Турак и Нагад Кулам. Изучение Торы, это как бы оно важнее, чем все остальное. И по весу оно как все остальное. Почему? А если бы мы Тору не учили, разве бы мы знали про все остальные заповеди, за которые есть награда в этом мире, а основное в мире грядущем? Не знали бы. То есть, Тора, она тебе открывает, как все работает, как все устроено. И вот мы сейчас узнали, что нужно посылать свой хлеб в реку. Вообще просто раздавать, давай, давай. Делать добро. Боровая мим Тимциена. Не волнуйся. Придет время, ты найдешь, оно все к тебе вернется. Раздавай семи и даже восьми. Значит, в этом мире делай добро. Но делай также те вещи, которые ты делаешь именно потому, что это заповеди. Я перечислил какие заповеди, и будет все отлично. Третий отрывок. Когда наполняются тучи, им луавим, значит, они проливают дождь на землю. А если падает дерево на юг или на север, куда дерево упало, там и лежать будет. Значит, здесь есть очень важная такая вот, здесь это все метафора, как вы понимаете. Значит, что здесь, какой здесь скрыт смысл. Вот поднимается вода в облако. Облако наполняется, 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 наполняется. И что? И потом идет дождь обязательно. Правильно? Не может облако постоянно удерживать эту воду. В какой-то момент идет дождь. Теперь, если падает дерево, куда оно упадет, там и лежать будет. Вот это я не помню метафору. Про дождь помню. Значит, говорит царь Салмонам следующую вещь. Ведь когда вы кому-то делаете добро, вы откуда делаете добро это? Из того, что вам Всевышний дал. Это не то, что вы свое отдали. Как царь Давид, он говорил в Салмах такую вещь. Он говорил так. Тен ло ми шило. Дай ему из его. Ти ата вышел ха шило. Что и ты, и все, что у тебя есть, оно принадлежит Богу. И он часто еще повторял. Ти мем ха а коль. От тебя все. Уми а дехай на тнулах. От тебя все, Бог. Из твоей руки дают же тебе. То есть, Бог дал вам 100 долларов. Вы берете 10 долларов или 20 долларов, раздали на добрые дела. Но это же из тех 100, которые вам Бог дал. И потом эти 10 или 20, они к вам вернутся. И еще вам будет вечная награда в небе. Хорошая сделка. Очень выгодная. Он вам дал 100 тысяч. Дайте 10 тысяч. А лучше 20. Потому что остальные деньги, он много здесь про это говорил. Часто даже люди не успевают ими воспользоваться. То есть, деньги есть, потом бах, и нет человека. Был человек, нет человека. Но то, что ты успел раздать и сделать добрые дела, оно навсегда твое. Дальше он продолжает и говорит в 4-м отрывке 11-й главы. Шумер Руах Лоизра. Тот, кто ждет и опасается ветра, он не будет сеять. Значит, и тот, кто смотрит за тучами, когда будет дождь, он все время боится, что сейчас пойдет дождь. Он не соберет урожай. Значит, здесь он говорит такую вещь, что человек, который пытается все просчитать, и пытается все предсказать, просчитать, и от всего он опасается. Идет, значит, он как... Ну, то есть, есть люди такие, они прям всего опасаются и пытаются себя предохранить от всего. И пытаются заглянуть в будущее. И все опасности они там перечисляют и так далее. Царь Самон говорит, такие и не посеют, и не соберут урожай. Всегда ты можешь придумать себе еще одну опасность, еще одну опасность, еще одну опасность. Как один шел на охоту, второго встречает, говорит, ты куда идешь? Говорит, на охоту. Он говорит, ты что, не иди, это очень опасно. Тот говорит, ну я знаю, что опасно, но я иду на охоту, я же иду, у меня ружье там все. Тот говорит, на кого? Говорит, на медведя. Он говорит, боже упаси, ты что, медведь, он тебя съест. Тот говорит, так я же иду на медведя, у меня ружье. Он ему говорит, а если ружье, значит, не выстрелит, осечка? Тот говорит, ну я не подумал, да, может быть. Он говорит, ну что делать-то, если осечка, я тогда, я тогда что, ну не попаду в медведя? Он говорит, а если медведь на тебя побежит? Говорит, ну я вообще об этом не думал. Ну я, значит, у меня нож есть, буду отбиваться ножом. Тот говорит, а нож представил, он у тебя в ножнах застрянет, и что? Тот говорит, ну что, что нож, ну не знаю, говорит, что. Тогда я, говорит, тогда я, значит, залезу на дерево. Он говорит, ты в степи, нет дерева. Тот ему говорит, слушай, я не пойму, ты чей друг, мой или медведя? Чего ты все за медведя, если поступаешь в этой истории? То есть человек, который опасается, он найдет, он придумает, за что зацепиться в своей фантазии, и он будет дальше опасаться. Царь самому говорит, не парься, делай добро, Бог тебе дал, сразу половину, ну не половину, до 20% можно раздавать. Потому что тогда ты будешь той тучей, в которой не задерживает дождь, а которая сразу же все выдает, то есть ты будешь хорошим проводником для Всевышнего, и Всевышний будет через тебя распределять благо. Есть люди, которые им Бог дает, они зажимают, 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 пока не лопнула вся эта система, и потом, значит, находят целая квартира, забита деньгами, а человека нету. Дальше, пятый отрывок. Значит, дальше он развивает эту мысль и говорит, «Как не знаешь ты, какой будет путь ветра, и какие кости в беременной утробе?» То есть когда человек беременна, женщина, в то время же не было УЗИ еще, и они не знали, там, мальчик, девочка, а тем более даже сейчас, ты можешь знать, мальчик или девочка, но какой он будет, какой он будет человек, какой у него будет характер, какой у него будет, ты тоже не знаешь. Так он говорит, как ты не знаешь ни пути ветра, ни костей, ни что происходит в животе у беременной, так не познаешь ты дела всесильного, который все создает. Он говорит, слушай, все твои предсказания оставь лучше при себе, да, то есть ты лучше иди по простой схеме. Тебе Бог дал, ты часть раздал, делаешь добро, все. Дальше Бог тебя вывезет, не бойся, делай, действуй, делай какие-то хорошие, правильные вещи и так далее, Бог вывезет. Дальше он говорит, шестой отрывок, значит, «Боботе раздрает зареха, утром сей свои семена, и пусть не отдыхает твоя рука вечером, не давай отдыха руке своей, потому что ты не знаешь, где будет успех, здесь или здесь, а может и вдвоих будет успех, и там, и там будет хорошо». Значит, здесь он говорит такую интересную вещь, что человек, он может говорить, вот в молодости у меня, значит, были возможности, а сейчас у меня нет возможности. Он говорит, это неправда, и утром, и вечером засевай. Твоя задача засевать, я помню, мне когда-то очень понравилась такая фраза, Саба Миновардак был такой, великий раввин, он жил около ста лет назад, он умер в Киеве, был похоронен, потом его перезахоронили в Израиле. И Саба Миновардак, он говорил такую вещь, что надо сеять во всем, в каждом месте. Он занимался возвращением евреев, ешивы, в Тору, ну, то есть, чтобы они учили Тору. Он очень в то время открыл 200 ешив, представляете? То есть, он был такой безграничный человек, вообще без границ. И он, значит, это было как в годы революции, там, ну, такой был просто сверхчеловек. И он говорил, мы должны сеять в каждом месте, а потом обращать внимание там, где прорастает. И тот же самый принцип, значит, как-то приехал Раф Штензальц, такой был великий раввин тоже, он приехал к Любавческому Рэбе, и ему говорит, Рэбе, у меня столько проектов. Он написал множество книг, множество учебных заведений открыл. То есть, он был такой великий человек в последних десятилетиях, Раф Штензальц. И он к Рэбе приехал и говорит, вот у меня столько проектов, что мне делать? Я все не успеваю, как мне выбрать, чем заниматься, что важнее, что не важнее? А Рэбе говорит, возьми еще, говорит, себе проекты. Начинай новые проекты, открывай. Это ж ты не свою работу делаешь, ты делаешь работу Бога. А он где надо, он даст благословение и туда и пойдет. Говорит, возьми, бери еще проекты. Это не ты делаешь, это Всевышний делает. И вот здесь то же самое говорит царь Соломон, то есть, откуда эта мудрость идет. Вот отсюда, что и утром ты в молодости, ты должен много работать. Но когда ты становишься зрелость, ты уже взрослый, пожилой, ты не должен останавливаться. Ты дальше должен действовать, действовать, действовать. Не знаешь, когда будут у тебя какие результаты. И, значит, может быть и утром, и вечером. Я вспоминаю, у меня был в Ешиве Хеврута, звали его Моша Юделевич. Значит, папа Моша Юделевича, он женился второй раз, ему было уже 60. И у него после этого родилось еще 9 детей. А в первом брате у него не было детей вообще, представляете? И это то, что он женился в 60 лет на 25-летней девушке. И 9 детей она ему родила. Значит, Моша Юделевич был один из самых младших. Папе его было уже тогда 73 года, когда он родился. Его отец был там, ну тоже уникальная личность такая, необычная. Раб Шабтай Юделевич его звали. Раб Шабтай Юделевич, он был Мадитар Ушалай. Хорошо, значит, дальше. Дальше он говорит следующую вещь, 7 отрывок 11 главы. Уматок аор в этофлийна. Он говорит, сладок свет и прекрасно для глаз видит солнце. Он говорит, пока ты жив, у тебя глаза видят, и пока ты учишь Тору для того, чтобы действовать по Торе. Он говорит, это сладкий свет, сладкий свет Торы, потому что он дает тебе истину. И хорошо это для твоих глаз, видеть этот мир. До этого он все главы нам доказывал, что этот мир это самое худшее место, которое можно придумать. И лучше вообще было бы человеку не рожаться. И здесь действительно все суета-сует, и все материальные вещи это погоня за ветром и погоня вообще за иллюзией. Но тут он нам говорит уже переход, что если ты при этом видишь солнце, и у тебя есть вот этот свет, духовный свет, и ты этим духовным светом наполняешь все свои действия, то быть в этом мире это большое благо. Восьмой отрывок. Ки им шаним арбейх е адам. Если много лет будет жить человек, то пусть он всегда радуется. Он говорит, несмотря на то, что все это суета-сует, весь этот мир. Но пока ты жив, и даже если ты живешь уже много, ты должен радоваться каждый момент своей жизни. Он говорит, и помнить о темных днях, что много их будет, когда придет Эвель, когда придет вот этот Эвель-Эвели. Он такую вещь интересную говорит, что вот есть у тебя в реальности только момент здесь и сейчас. Вот в данный момент у тебя есть этот момент. И вот ты сидишь и ты думаешь, так, если я сейчас в этом моменте, я в этом моменте, да, то и мозг человека так устроен, что он начинает сравнивать этот момент с ожиданиями от этого момента предыдущими, этот момент с предыдущими моментами, этот момент с опасениями, куда этот момент будет двигаться. То есть ум человека, он очень, как сказать, запрограммированно лишает человека счастья в этом мире. Почему ум это делает, вы спросите, да? Зачем уму меня лишать моего счастья и радости? Потому что ум запрограммирован на поиск опасности. То есть его программа, в которой он создан и которая им управляет по умолчанию, да, вот как компьютер ты включаешь и всплывают программы. Программа ума – это поиск опасностей для того, чтобы меня спасти. Теперь, как он может в данный момент найти опасности? Он может найти опасности, не совпадает. В будущем могут быть опасности, безусловно, если хорошая фантазия, можно нафантазировать себе, особенно если у человека есть в запасниках фильмы ужасов, триллеры, какие-то детективы. Если у человека есть какие-то, он наблюдал много разных конфликтов и так далее, то ум, он может заполнить неизвестность. А будущее всегда неизвестность. Он может заполнить эту неизвестность множеством вариантов негативного расклада событий, да? Это его, как бы, картотека. Никто не знает, как будет будущее, но ум может будущее заполнить негативом, тогда возникает тревога. Все тревожные расстройства – это потому, что ум заполняет неизвестность потенциальными опасностями, которые сам же потом и боится. Прошлое. Можно прошлое заполнить сожалениями, как говорил царь Соломон здесь же, что говорит неумно, говорит, что прошлые дни были лучше, чем сегодняшние. Потому что если я заполню сожалением, эх, мог бы сделать по-другому, эх, мог бы, мог бы, мог бы, мог бы, мог бы, но не сделал. И что? Ну что ты выиграл от этого? Ничего ты не выиграл от этого. Мог бы и не сделал. Вот и заключение ума такое, да? Вот ты, значит, чему? И человек сидит и думает, это же у него все в голове звучит, он же не понимает, что ум и он – это разные сущности. И он думает, да, вот я вообще такой. Понятно, да, идея? Ну и про других людей ум тоже подсказывает все их потенциальные негативные проявления. А здесь интересно очень, что Тора нас как учит. А вы данит Коля Адамника в суд. Суди каждого человека с хорошей стороны. То есть, зная вот это вот свойство ума, говорит нам царь Соломон, что даже если ты много лет живешь, в каждый момент ты должен радоваться и помнить, что будут дни темноты, когда тебя накроют эвэль этого мира, суета этого мира. Накроют. Рано или поздно накроют. Но так наоборот, надо с каждым моментом жизни спасать и радоваться прям со всей силы. Потому что если накроют потом, так лучше радоваться сейчас. И дальше он говорит следующую вещь. Следующая вещь, 9-й отрывок. За эту фразу хотели опять мудрецы закрыть книгу «Экклезиасты» и сказать, что народу ее нельзя изучать. Потому что здесь говорит царь Соломон, прямо противоположное от того, что говорим мы в Шма-Исраэль, в Торе, прямо противоположный текст. В Торе мы говорим в Шма-Исраэль, не блуждайте, влекомые сердцем и глазами. Захотелось тебе, проверь это, можно тебе или нельзя. Глаза твои что-то увидели, захотелось, проверь, можно тебе или нельзя. Это то, что нам говорит Шма-Исраэль, это главная молитва, утром и вечером мы ее читаем. Здесь что говорит царь Соломон, иди, говорит, туда, куда ведет тебя твое сердце, и иди туда, куда ведут тебя твои глаза. Прямо противоположное. Но он же продолжает, вот тут если читать без остановки, тогда становится все понятно. Но знай, что за все это, за все, что ты делаешь, за каждое твое действие, приведет тебя всесильный на суд. То есть у каждого действия есть последствия. Выпил, значит, алкоголь это стакан. Алкоголь это радость, украденная у завтрашнего дня, если ты выпил много. Если ты выпил немного, то ты как бы чуть-чуть порадовался, потом небольшая такая ямка. Но за каждое действие есть отдача. За каждое слово, за каждую мысль, за каждое решение, за каждое намерение. За все, за все, за все всесильный приведет тебя на межпад. То есть будет отдача. То есть человек своим мышлением, своим мышлением в данный момент, он создает то будущее, в котором он окажется. Поэтому говорит царь Самон нам всем, мы все как подростки. Значит, он говорит нам всем, радуйтесь, но знайте, если вы идете полностью по позывам своего сердца и глаз, то в какой-то момент оно может вас не туда привести. И дальше, десятый отрывок, он нам дает прямо очень, на этом мы заканчиваем сегодня, прям совет, совет дня. Десятый отрывок. Вэ асэр каас милибэха, убери гнев из своего сердца, говорит он. Вэ авер рами басарэха, и уберешь ты злой из своей плоти, из своего тела. Ти айалдут вэ ашихрут эвэль. Потому что и детство, и юность, и зрелость, это все суета, пар и иллюзия. Что это имеется в виду? Когда человек что-то ждет, хочет, делает, и у него не получается взаимодействие с другими людьми, то у него возникает множество раз расхождение между его намерением, его ожиданиями, его планами и тем, что он получает в реальности. Да, есть желаемое, а есть действительное. Теперь в эти моменты возникает гнев. И гнев это страшная вещь, потому что он разъедает тело, разъедает нервную систему, разъедает отношения, разъедает жизнь человека. И говорит нам царь Соломон, что удали гнев из сердца своего и отведешь зло от плоти твоей. То есть у тебя не будет тогда болезней. Это мне вчера рассказали один человек, он, значит, там полтора года у него были большие неприятности финансовые и так далее. И он очень был все время в стрессе, в страшном стрессе, потому что были финансовые неприятности, конфликты, скандалы, ну и так далее. И что, не дай бог, плохая вот эта болезнь, метастазы, все и все. То есть вот это получается, что иногда человек, он гневается ради каких-то сиюминутных вещей, которые, то, что он говорит, что все, вся молодость, юность, он имеет в виду все аспекты этого мира. Это говорит Эвель, это суета. Человек уже, когда проживает жизнь, он понимает, что зря он суетился, зря он злился. Но в момент, когда человек злится, он не понимает, какой вред он наносит своему телу, своей жизни, своей голове. Поэтому на этом царь Самон заканчивает одиннадцатую главу. Мы сегодня прошли, нам осталась двенадцатая глава с Божьей помощью завтра. И мы заканчиваем книгу Каэлит, будем праздновать и радоваться. Все, всем веселых праздников, да. Муадим Лесимха, то есть эту главу вы можете еще прямо разобрать на отрывочке. Есть очень красиво, сейчас Ваикра у нас в Телеграме, прям я разместил с переводом эту главу. Очень, слава Богу, спасибо вам большое. У нас прям будет сегодня-завтра уже десять тысяч подписчиков в Инстаграме. Сейчас уже девять тысяч девятьсот, там, восемьдесят чем-то. Если вы еще не подписаны, подпишитесь, будете десятитычным подписчиком. Это очень хороший знак. Тот, кто будет десятитычным подписчиком, это лучший знак, что в этом году все будет великолепно. Спасибо, что вы нас поддерживаете и с Божьей помощью встречаемся завтра и радуемся. Сегодня радуемся, не гневаемся и все будет великолепно. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok